Вечерняя новость 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 Торжественное мероприятие было организовано в честь 30-летия независимости Республики Казахстан. Выступая перед собравшимися, заместитель Акима Восточно-Казахстанской области Нуржан Жумадилов отметил значимость проделанных работ в области за годы независимости. За 30 лет независимости во всех городах и районных центрах области появились новые микрорайоны. Построено более 8 квадратных метров жилья. Жильем обеспечены более 88 тысяч семей. За годы независимости построено 147 школ и 268 детских садов. На торжественном собрании также выступил Аким города семей Бахчан Баяхметов. Поздравляя жителей с главным государственным праздником, он отметил труд и значительный вклад жителей в развитие города. Уважаемые семьячане, буквально через несколько дней история начнется от четвертого десятилетия независимости страны, которые же вписаны золотыми страницами в ретрость суверенного государства. Глубоко символично, что от 30-летия независимости город, семей, как и вся страна, встречается значительными достижениями и успехами во всех сферах жизни. От всего сердца поздравляю всех с общенациональным праздником, желаю здоровья, семейного благополучия, успехов в труде, мирного неба и процветания нашей Республики Казахстан. В торжественной обстановке Аким города вручил почетные награды, в том числе и юбилейные медали «Казахстан-Тавельседгни отыжил», нагрудные знаки и грамоты Акима Восточно-Казахстанской области и города семей. Среди награжденных были работники сферы образования, здравоохранения, культуры и другие жители города, которые самоотверженно трудятся во благо нашей независимой страны. В мероприятии принял участие заслуженный артист Казахстана Рамазан Стамгазиев, который поздравил семейчан с 30-летием независимости страны. Семей мы проезжали много раз с гастролями, но сегодняшний наш приезд особенный. Сегодня мы приехали в канун 30-летия нашей независимости. Я считаю, что это наш 30-летний труд. Желаю, чтобы наша независимость всегда была превыше всего. Желаю, чтобы наше будущее поколение жили только в мире и согласии. Всем семейчанам желаю добра и мира. Поздравляю всех с Днем Независимости. Далее мероприятие продолжилось концертной программой. На сцене были исполнены патриотические и народные песни, в том числе и в исполнении Оркестра народных инструментов. В городе состоялся автопробег, посвященный Дню Независимости Республики Казахстан. Мероприятие организовано партией Нур-Отан и семейскими городскими филиалами молодежного крыла Жас-Отан. Десятки автомобилей, украшенные государственными флагами, проехали по улицам города. Уважение к государственным символам – долг каждого гражданина, любящего свою страну. Молодежь города провел автопробег, посвященный 30-летнему юбилею независимости, вместе с тем пропагандируя государственные символы. Мероприятие организовано семейскими городскими филиалами партии Нур-Отан и молодежного крыла Жас-Отан. Республиканская акция проходит в 17 регионах страны, в 230 территориальных филиалах. Это поручение, которое согласовано с городским управлением полиции и отделом внутренней политики. Ведется все в рамках основной задачи партии. Планируется, что этот парад пройдется с 11 до часа дня и благополучно завершится. Цель этого парада – привить патриотические чувства казахстанцам. Шествие началось с создания партии Нур-Отан и продолжилось по улицам Шайжунусова, Каюма Мухаммедханова, Кабамба и Батыра, Шугаева. Семь автомобилей торжественно проехали, подняв государственный флаг. Автопробег проходил в сопровождении сотрудников Дорожно-патрульной полиции. А в акции, направленной на повышение национального духа, активное участие приняли члены партии, депутаты городского масльхата и студенты. Для меня большая честь принять участие в данной акции и вместе с молодежью показать наш патриотизм нашего города. Честь и достоинство каждого из нас – прийти сюда и принять участие. Сегодня, по случаю 30-летия нашей независимости, высоко поднимаем флаг страны. Поздравляем с юбилеем всех казахстанцев. Вот автопробег стартовал в семье. Еще раз от всей души поздравляю всех с этим прекрасным праздником. Желаю счастья. Автопробег продолжительностью 2 часа по городу завершился в культурно-спортивном комплексе «Арена». Такое мероприятие не только поднимет национальный дух, но дарит праздничное настроение и радость, говорит молодежь. В честь 30-летия независимости Казахстана в стенах Восточно-Казахстанской области в областной универсальной библиотеке имени Амбая состоялось мероприятие «Ровесники независимости», куда были приглашены 10-летние, 20-летние, 30-летние молодые люди, которые отличились в работе и в учебе. Мероприятие проходило при поддержке Общественного фонда «Центр семьи» и Восточно-Казахстанского филиала Ассоциации Совета Матерей. Подробнее в следующем сюжете. В канун 30-летия Дня независимости Казахстана Общественный фонд «Центр семьи» и Ассоциация Совета Матерей организовали мероприятие «Ровесники независимости». Оно проходило в диалоговом формате, где участники могли рассказать о себе, о своих достижениях и представить свои таланты. Выбор претендентов на участие в мероприятиях проходил в школах и общественных организациях нашего города. Участниками стали те дети и молодые люди, которые добились особых успехов в разных сферах. 30-летие независимости нашей любимой республики Казахстан. И организовали мы таким методом. Десятилетние дети будут у нас, 20-летняя молодежь и 30-летние. То есть в период проведения этого праздника одни будут давать наказ другим, вторые третьим. Каждый расскажет, что же он за 10 лет в нашей республике, что хорошего. Что он считает было достигнуто. 20-летний свою точку зрения выражит, 30-летний выразит свою точку зрения. Самые юные ровесники независимости наряду со старшими активно участвовали в мероприятии, обсуждая важные темы. Я считаю, что наше государство стало независимым из-за того, что оно ни в ком и ни в чем не нуждается. То, что оно свободное государство. 20-летняя молодежь также не осталась в стороне. Они поделили своей точкой зрения одни независимости. Юбилейная дата, да, конечно, очень памятная вещь. То есть спасибо организаторам в первую очередь. А в первую очередь еще хотелось бы сказать спасибо нашему государству, что сделало такое мероприятие именно для нас, для ровесников. В первую очередь продвигается спорт. Это в первую очередь всегда в любом, даже в нашем городе, в семье и в остальных городах очень хорошо развивается спорт. Я сам спортсмен, сам тренер и знаю то, что это важно для страны, для народа. 30-летние ровесники независимости в свою очередь поздравили всех казахстанцев с наступающим государственным праздником. Я ровесник независимости, учитель географии в школе номер 3. В этом году мы отмечаем 30-летие независимости Казахстана. Сегодня проходит в честь праздника мероприятие «Ровесники независимости». Десятилетние, двадцатилетние и тридцатилетние молодые люди, которые отличились успехами. Всех казахстанцев поздравляю с наступающим праздником Днем Независимости. Главной целью мероприятия является рассказать молодому поколению о том, какой путь прошла наша страна за эти 30 лет. В завершении мероприятия каждый участник получил именное напутственное письмо и сувенир. Диана Тулео, Хайрат Кожахметов, телеканал «Семей». Во Дворце творчества детей и молодежи прошло торжественное мероприятие в честь 30-летия независимости Республики Казахстан. В ней приняли участие ученики средних образовательных школ города. Во время торжественного собрания 100 школьников города вступили в ряды общественной организации «Единая детская юношеская организация Жасулан». Учителя и организаторы отмечают, что это позволит им не только успевать в учебе, а также принимать активное участие в общественной жизни. От лица всех учащихся ученица средней школы номер 33 имени Кайрата Рускулбекова Азада Амангазы приняла присягу. Азада отмечает, что сегодняшний день для нее особенный. Для меня большая честь принять присягу от имени всех школьников, которые вступили в ряды организации «Жасулан». Я поздравляю всех с Днем Независимости. Эта независимость досталась нам нелегко. Восточно-Казахстанской области посещать многолюдные мероприятия можно только с зеленым статусом. Опубликованы постановления главного государственного санитарного врача области. Как там написано, объекты в регионе будут осуществлять свою деятельность на основе критериев, предусмотренных для зеленой зоны. С 13 декабря внесен ряд изменений для объектов, участвующих в проекте АШЭХ. В частности, в театрах, кинотеатрах, концертных залах, филармонических, цирковых и компьютерных клубах. На массовых мероприятиях персонал и посетители могут попасть только при наличии зеленого статуса. На культурных объектах лицам, имеющим статус зеленых, разрешена подготовка без ограничений. Областной департамент санитарно-эпидемиологического контроля информирует население о карантинных требованиях и всех ограничениях в постановлениях главных республиканских областных санитарных врачей. Освещена улица Молдогалиева. В этой связи с жителями улицы встретился Акимгорода. В ходе встречи были обсуждены вопросы, которые особенно волновали жители. На улице Молдогалиева годами не было света. И в текущем году в рамках проекта «Модернизация городского освещения» были установлены 74 колонны. То есть 74 светодиодных светильника, проложен кабель на трех километрах. Работы завершены в декабре. Также ранее было отремонтировано дорожное покрытие улицы. В этой связи жители обратились к Акимугорода с просьбой поставить дорожные знаки на перекрестке. Вчера был в командировке и пришла в голову идея посетить эту улицу. Тут же как раз закончился ремонт. Вчера, позавчера встретиться с жителями улицы, познакомиться, пообщаться. Есть еще над чем поработать. Да, наша проблема – это дорожные знаки, ограничения. Поскольку приходят дети, нужны ограничения. Сейчас мы включим это в план на следующий год. В этом году уже не успеем из-за финансовых проблем. Мы включим это в план на следующий год. В ходе встречи жители подняли актуальный вопрос питьевой воды. Говорят, что они уже несколько лет пьют воду из ближайшей колонки. В прошлом году возле каждого дома было установлено место для колодца. Однако с тех пор никаких работ не проводилось. По данному вопросу Акимгорода дал поручение руководителю городского отдела жилищно-коммунального хозяйства Амантае Утельбаеву. В завершении встречи жители выразили удовлетворение тем, что многие годы нерешаемые проблемы, в том числе ремонт дорог и освещения, наконец-то были решены. Благодарим вас. Радость, здоровье вам самое главное. Здорово. Улькон Рахмед. Никто не брался. Да, мы все говорим. Спасибо. Сыгин Улькон Рахмед. Улькон Рахмед. Здоровье вам самое главное. Я сыгин Улькон Рахмед. Также в ходе встречи были затронуты и злободневные вопросы. В частности, общественного транспорта, питьевой воды и установки дорожных знаков вдоль улицы. Бакаджан Баяхметов отметил, что работа по этим вопросам будет начата в следующем году. Евгений Проскурин, Рустам Хайратулы, Айдос Айткалиев, телеканал «Семей». С начала года цонами Восточно-Казахстанской области было оказано более 1,5 миллиона государственных услуг. Из них более 1 миллиона в секторах самообслуживания. Это на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом, в 2021 году наблюдается увеличение показателя самостоятельного получения электронных услуг. Например, в прошлом году жители региона самостоятельно получили более 900 тысяч услуг, а в текущем более миллиона. С начала этого года автовладельцы из Восточного Казахстана получили более 26 тысяч госуслуг по линии спецсона. Самостоятельно из них около 10 тысяч граждан перерегистрировали транспортное средство и более 3 тысяч заменили водительские права онлайн через портал. Эпизоотическая ситуация в Восточно-Казахстанской области стабильная. В целях профилактики болезней животных и соблюдения ветеринарной безопасности в текущем году из областного бюджета выделено 2 миллиарда 27 миллионов тенге. Соответственно, полностью проведена дезинфекция эпизоотических очагов, вакцинация против особо опасных болезней животных. Однако в отрасли не так уж и мало проблем. Актуальным становится дефицит ветеринарных специалистов, нехватка скота-могильников. Об этом сообщили на пресс-конференции с участием руководителя областного управления ветеринарии Рамиля Загандыкова. В этом году в регионе сократились очаги болезней животных. В прошлом году в области зарегистрировано около 100 эпидемий. В этом году выявлено 47 очагов и проведены все меры безопасности. В области проведена вакцинация против 10 особо опасных болезней животных. Из них наиболее распространенным является бруцеллез. В текущем году уровень заражения значительно снизился. Если в прошлом году было выявлено 9 тысяч голов крупного рогатого скота, то в этом году этот показатель снизился почти на 2 тысячи. Так, в 2021 году вакцинировано 120 тысяч голов крупного рогатого скота. Это 10-я часть всего поголовья. Следует отметить, что вакцинация против бруцеллеза проводится за счет владельца скота. В случае проведения комплекса ветеринарных и санитарных мероприятий в сравнении с 2020 годом отмечается снижение роста неблагополучных по бруцеллезу пунктов. Идентификация и учет домашних животных позволяет контролировать эпизоотическую безопасность. В настоящее время по области в информационную базу включены 1 миллион 100 тысяч голов скота. По словам Рамиля Сагандыкова, отсутствие скотомогильников – одна из главных проблем в отрасли. На территории области необходимо 105 скотомогильников. В настоящее время по поручению Акима области разрабатывается сметная документация по их строительству. Проект планируется реализовать в следующем году. Всего по области имеется 297 скотомогильников, из них 72 – это типовые, 225 – биотермические ямы. В удовлетворительном состоянии находится 88 скотомогильников, 77 требуют ремонта. 242 скотомогильника находятся на балансе коммунальных государственных предприятий в сфере ветеринарии, на содержание которых в 2021 году было выделено 21,7 миллиона тенге. Обеспеченность области скотомогильниками составляет 74%. Главная проблема отрасли – дефицит ветеринарных специалистов. Нестабильная и низкая заработная плата, отсутствие технического оснащения, сложные условия труда сделали работу ветеринарного врача непривлекательной. Ежегодно в области высшие и среднеспециальные учебные заведения заканчивают около 150 специалистов. Их занятость составляет всего 31%. В профессии ветеринарного врача входит десятку самых низкоплачиваемых, но с переходом на областной уровень финансирование немножко удалось изменить в лучшую сторону. Выстроили единую систему оплаты труда, удалось, естественно, остановить отток в высококвалифицированных кадрах, вот переход на областной уровень с 2020 года. Вот на сегодняшний день, одним из главных задач, стоящих перед нами совместно с такими городами и районами, это проводить работу по привлечению ветеринарных специалистов для работы в сельской местности. Как отметил Рамиль Сагандыков, в этом году управлением и подведомственными организациями оказано 557 государственных услуг. Перед ответственными органами в предстоящем году поставлена задача по оптимизации ветеринарной службы, повышению заработной платы ветеринарным врачам в государственных организациях и решению других актуальных вопросов в отрасли. Евгений Проскурин, Бердебек Каренбай, телеканал «Семей». Очередная сессия городского масльхата состоится 24 декабря в 10 часов. На повестке дня будут рассмотрены различные вопросы о бюджете города Семей на 2022-2024 годы, отчеты о проделанной работе городского масльхата и деятельности его постоянных комиссий, план работы городского масльхата на 2022 год и другие. Это были все новости к этому часу. Наши другие новости вы также можете увидеть на сайте семей.тв.кз. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok